Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Почему? Чем больше ходишь в церковь, тем больше напастей По изобилию испытаний изобилует на вас и благодать Божия И радость о Господе, во всяком случае, так про себя апостол Павел рассуждал Хотя обстоятельства бывали катастрофическими и ужасными Но Бог, утешающий на Него уповающих, не оставлялась никогда посрамленными Не только нас, но и само наше упование Желающий работать Господе, уготовь душу свою в испытании Это общий закон Одно дело, когда мы лежали По жизни не спротивлялись никакому злу И в мире вокруг нас Торжествующему и внутри нас Хозяйничавшему И другое дело, когда мы оказались призванными, мобилизованными В воинство Христово, в его стадо словесное Призванное наследовать, уготованное от сложения мира царство Тут уже время дремания и слабости закончено Человек видит и множество окружающей неустроенности И сопротивлений, и открытой вражды Человек видит и свои собственные страсти Которые продолжают враждовать на Него Против его спасения И становится жизнь человека уже постоянной бранью И невидимой в области своей внутренней жизни И видимой не против плоти и крови Но против духов злобы поднебесных Которые разным образом проявляются в этой внешней жизни Устрояя преткновение для слабосильных И давая повод для брани и сопротивления Ратования доблестного тому, кто желает остаться В путях благочестия Приходится ему вооружаться На преодоление и скорбей И всяких неустройств И озлобления ближних Тут уже христианин проявляется во всей силе своей Терпит напасти Прощает укоряющих его И гонящих его И во всех делах земных Склонен к подвижничеству К трудничеству К преодолению Неорганизованности внешней Ибо наш Бог Бог порядка, а не беспорядка И вступивший в его воинство В воинство Христово Он, конечно же, призван Много потрудиться По преодолению Этого полуразвала Всегдашнего Неустройства внешнего В котором находится человеческое общество Так что дело не в том Ходишь ты в церковь чаще Или не имеешь такой возможности Поступил ты в монастырь Или взял на себя крест супружеской жизни Всякое трудничество со Христом Сопряжено с усилиями И претерпевший до конца Тот спасется Нельзя наследовать небесное царствие Живя прохладно Потому надлежит Настраиваться на то, что легкой жизни не будет Будет много радости Даже среди скорбей Наше блаженство С нами пребывающее С тех пор, как Воссияла в сердцах наших Звезда утренняя Христос Неотъемлема от нас И чем Глубже скорбь Тем ближе Бог Чем дальше по пути Исповеднического служения Тем больше Света Христова в душе Господь же По свидетельству апостола Павла Кого любит, того наказывает Бьет же всякого сына Которого принимает Если вы терпите наказание То Бог поступает с вами Как с сыновьями Ибо все мы нуждаемся В уроках смирения Ибо есть ли Какой сын Есть ли какой сын Которого бы не наказывал отец Если же остаетесь Без наказания Которое всем общее То вы Незаконные дети А не сыны Хотим быть Родными Господу Уготовайте душу свое В искушение В испытание А если хотим только Привольной и Удобной жизни На земле То не к нам Относятся Заповеди Блаженства Господом Изреченные На горе Блаженные Нищие Духом Алчущие Раждущие Правды Гонимые Почему? Потому что Подлинное воздаяние Неземного характера Не из благ Проходящих Складывается для человека А из предвкушения Того вечного блаженства Которому Человек Предназначен А потому И апостол Петр Увечевает Христиан Трезвитесь Бодрствуйте Потому что Противник Ваш дьявол Ходит как Рыкающий лев Ища кого поглотить Противостойте ему Твердую верою Зная Что такие же страдания Случаются И с братьями Вашими В мире Не было Ни в какие времена Христианства Легким Дело спасения Так что Не унывать От окружающих Обстоятельств Надо Христианину Но Признавать Особое О себе Господне Попечение Дающее нам Случаи К укреплению В вере Упованию На него И К жажде Жизни Вечной Во Христе Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому